Загадочное животное Убийца, который стал персонажем жуткой городской легенды. Где обитает Чупакабра, каковы её повадки, откуда она взялась и почему получила своё название, которое буквально переводится с испанского как «Козий вампир». Всё это в нашем ролике. Начинаем! Впервые этот жуткий монстр проявил себя в 1995 году в Пуэрто-Рико. Местные жители стали находить мёртвых коз, причём животные были убиты необычным и пугающим способом. Кто-то буквально высасывал из них кровь. При этом таинственный хищник оставлял туши животных нетронутыми. На них лишь находили два аккуратных прокола от клыков, что сразу же породило слухи о вампирах. Именно поэтому зверя прозвали Чупакаброй. В переводе с испанского «чупа» означает «сосать», а «кабра» — «коза», то есть «сосущий коз» или же «козий вампир». За короткий промежуток времени было обнаружено около ста мёртвых домашних животных, в основном коз, у которых выпили всю кровь. Появились и первые очевидцы. Все они описывали Чупакабру как настоящего инопланетянина. Двуногое существо, около одного метра ростом, покрытое чешуйчатой кожей серого или зеленоватого цвета, с большими глазами и мощными когтистыми лапами. На спине и боках у вампира были многочисленные шипы. Кто-то также упоминал хвост и короткую шерсть. Несмотря на свидетельства очевидцев и наличие трупов убитых животных, существование Чупакабры ставилось большинством под сомнение. Ведь никому так и не удалось поймать или хотя бы сфотографировать чудовище. На момент этого первого появления Чупакабры основных версий происхождения монстра было две. Наиболее фантастическое гласило, что Чупакабра – это инопланетный пришелец, каким-то образом попавший на Землю. Сторонники научного подхода винили во всем стаю макак-резусов. Якобы в то время в Пуэрто-Рико проводили опыты на этих приматах. Часть из них смогла сбежать и начала охоту на домашний скот. Однако в начале 2000-х годов в облике Чупакабры произошли разительные перемены. Теперь очевидцы говорили уже о передвигающемся на четырех ногах животном, похожем на собаку. Иногда даже удавалось заснять таинственного хищника на видео. География нападений также значительно расширилась. Зверя видели в США, Мексике, Аргентине, Бразилии, Боливии и Чили. Иногда удавалось найти трупы необычных животных. Они были похожи на сильно истощенных и полысевших собак и койотов. Зрелище поистине устрашающее. Очевидно, что информации об этом таинственном хищнике минимум, но все же можно сделать определенные выводы о его повадках и образе жизни. Чупакабра – ночной хищник. Вероятно, в дневное время она предпочитает отлеживаться в надежных укрытиях, а ночью выходит на охоту, так как все убитые животные были найдены под утро. Зверь чрезвычайно хитер, так как избегал всех капканов и ловушек, которые были расставлены для его поимки. Собаки не реагируют на Чупакабру и не поднимают лая при ее появлении. Природу этого явления объяснить сложно. Можно предположить, что монстр повергает их в ужас. Таким образом, сторожевые псы не в силах защитить скот от вампира. Группы бдительности и дружины, которые создавались фермерами в разных странах, тоже не смогли ничего противопоставить Чупакабре. Основу рациона Чупакабры составляют некрупные домашние животные – козы, овцы, куры, утки, гуси и кролики. При этом мясо она не трогает совсем, выпивая лишь кровь, что позволяет сразу определить жертв Чупакабры. Существует множество версий происхождения Чупакабры. Наиболее популярное объяснение заключается в том, что это существо является продуктом сверхсекретных кинетических экспериментов правительства США в тропических лесах Пуэрто-Рико, или даже биологическим оружием. Некоторые предполагают, что это внеземное существо, доставленное на Землю на космических кораблях. Ну а что говорит наука по поводу таинственной Чупакабры? Исследовав образцы ДНК и кости животных, которые были найдены в США, ученые обнаружили, что абсолютно во всех случаях они принадлежали собакам, койотам или енотам. Однако угадать в странных существах этих всем привычных животных было трудно из-за отсутствия шерстяного покрова и крайней степени истощения. Причиной выпадения шерсти был саркоптос. Это кожное заболевание, переносчиками которого являются клещи. Кожа больного животного ужасно зудит, бедняга постоянно чешется и теряет шерсть. Кроме того, часто за Чупакабру принимали гибриды разных видов животных, например, собаки и койота, что вкупе с заболеванием делало идентификацию животного крайне сложной. Больные животные были сильно ослаблены и больше не могли охотиться на свою привычную добычу. Этим и объясняется их нападение на домашний скот, ведь это гораздо более легкая цель. Вот так мнение ученых уничтожает таинственную легенду о жутком вампире. Впрочем, каждый решает сам, какой версии ему придерживаться. Кроме того, эта версия никак не объясняет таинственного хищника, который орудовал в 95-м в Пуэрто-Рико, ведь он передвигался на двух ногах. Непонятно также, почему больные койоты и собаки начинают убивать добычу столь странным образом и не трогают мясо. Поэтому загадку Чупакабры можно до сих пор считать до конца нераскрытой. Что ж, ну а на этом все. На связи был Лайтовый канал. Подписывайтесь, ставьте лайки этому ролику и, конечно, прожимайте колокольчик, чтобы не пропустить еще больше лайтового контента. До скорого!